так всем привет это видео проверки сейчас будет дозиметром мастер один так покажу как пользоваться этот дозиметр человек просил и отправляю это мой свой я перепаял вот так сделал советую всем так делать значит я припаял два проводка это питание плюс-минус вот работает дозиметра не обязательно нужны эти батарейки постоянно покупать но хотя и хватает на очень долго вот припаял плюс и минус здесь написано справа плюс слева минус вот плюс-минус к любому блока питания или к пауэрбанку или к зарядному устройству для телефона от розетки от 5 вольт работает прибор 5 от 6 вольт он отлично работает и потом здесь контакты здесь у нас катод это минус счетчика гейгера а здесь запоминайте возле батареек анод русский плюс счетчика гейгера это я свой перепаял уже паянный свой был человеку новый подготовил он просил вот коробочка от него мастер один заводская новенькая паспорт инструкция это пользователя здесь вот содержание список всего приборе здесь даже написано сколько драгметаллов содержится в этом приборе его на металлон принимаю дорого потому что здесь смотрите палладий платина золото серебро бронза свинец в общем то есть их на переработку беру дорого сейчас палладий стоит два с половиной миллиона гривен за килограмм так что это на металлон его принимают нормально так ну тут что золото тут микросхемах в основном вот этих ножки желтые в черных микросхемах золото палладий в желтых конденсаторах и платина тоже в них основном и все только это да так кмки вот значит прибор щупы я вот так по цене можно не паять просто подсоединить вот сюда анодка тот можно батарейки вставлять их кстати надолго хватает но можно от блока питания батарейки если подсяду то он будет уже неправильно работать глючить или если они больше чем надо напряжение там будет больше пяти вольт или больше шести то тоже будет включить потому батарейки нужно покупать качественные не китайские вот счетчик например но возьмем sbt10a ну любой могу взять вот минус это катод 11 ножка там подписано а все остальные 10 это аноды я только вот один анод подключил давайте запустим смотрим как идут импульсы на экране вот один импульс один распад радиоактивный то есть одна частица влетела в слюду щечка две частицы три вот в реальном времени то есть реакция за пол секунды то есть влетела частицы и за пол секунды уже на экране она отобразилась одна вот уже 7 частиц влетела это только с одного анода заметьте а их 10 если все 10 обмотать проволокой подсоединить то будет в 10 раз больше представьте себе какая скорость счета как быстро он считает реагирует вот классно 18 частиц словил за 36 секунд и остановился можно вот этот значит дозиметр отправляю но и даже царапинок на нем не видно он был новый полностью экран тоже без потеков черных можем давайте счетчик этот проверим вот мне есть стенд для проверки этом скан тоже к нему я припаял щупы чтобы проверять абсолютно все счетчики гейгера вот и в нем нет счетчика это он специально для проверки у меня служит я могу подключать и видеть на экране сразу импульсов в секунду цпс сколько сейчас покажу так она там сканет отображается вот так включаем любой анод два анода подключу и катод минус вот на том скане отображается вот так сейчас только два анода с 10 подключено здесь так отображается переключим режим вверху цпс это импульсов в секунду сколько влетает счетчик скорость отображение цифр на экрана раз в секунду вверху идет время общие замеры то есть сколько часов прошло сколько минут и секунд ну вот с двух анодов поступает ну грубо пол импульса в секунду 0,6 импульса в секунду с двух анодов если я уберу поставлю один только вот анод будет два раза меньше можно другой режим переключиться так можно в этом тоже смотреть ну вот целых три десятых импульса в секунду от одного анода ну так можно еще зайти в меню и выставить чтобы моргал светодиод спешка на телефоне это плохо видно но уже вот все это идет на каждый щелчок каждый влетевшую частицу счетчик моргает вот видно и звук дается ну все вот так вот проверяются счетчики гигера любые причем можно любой подключить sbm20 c22g ну абсолютно любые c3bg любые если отключить то будут нули постоянно там нули постоянно будут нули можно между собой даже коротить эти ну это уже слишком в таком случае перезапускаем ну 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 ну